Чтобы воспользоваться чьим-нибудь здравым советом, подчас требуется не меньше ума, чем для того, чтобы подать здравый совет самому себе. Ты увидишь, что она ангел, только когда она повернется к тебе спиной, но будет уже поздно. Существует такая степень счастья и горя, которая выходит за пределы нашей способности чувствовать. Самое опасное в жестокости – ее рациональность. Причина, почему влюбленные никогда не скучают в обществе друг друга, заключается в том, что они постоянно разговаривают о самих себе. Окончательно соскучившись мы перестаем скучать. Нет таких людей, которые, перестав любить, не начали бы стыдиться прошедшей любви. Насмешка бывает часто признаком скудости ума, она является на помощь, когда недостает хороших доводов. Мы не можем вторично полюбить тех, кого однажды действительно разлюбили. Можно дать совет, но нельзя дать разума им воспользоваться. Люди, которых мы любим, почти всегда более властны над нашей душой, нежели мы сами. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Как бы ни гордились люди своими свершениями, последние часто бывают следствием не великих замыслов, а обычного случая. Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает, в противном случае все облегчается тщеславием. Иные люди отталкивают, невзирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках. Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что люди отваживаются лишь в присутствии многих свидетелей. В ревности больше любви к себе, чем к другому. Благополучная во всех отношениях ночь любви. Чаще оказывается результатом хорошего ужина. Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наши отношения к окружающему. В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они претендуют. Все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой ум. Завидуют только тому, с кем не надеются сравняться. Большинство честных женщин, это закрытые клады, которые целы только потому, что их никто еще не искал. Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены. Если бы нас не одолевала гордыня, мы не жаловались бы на гордыню других. Брак — единственная война, во время которой вы спите с врагом. Величайший из всех льстецов — самолюбие. Если мы умеем противостоять своим страстям, то обычно вовсе не потому, что мы сильны, а потому, что слабы наши страсти. Истинно мягкими могут быть только люди с твердым характером, у остальных же кажущаяся мягкость — это чаще всего просто слабость, которая легко превращается в озлобленность. Истинное красноречие заключается в том, чтобы сказать все, что нужно и только то, что нужно. Как бы ни была редкая истинная любовь, истинная дружба встречается еще реже. Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности. Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам, люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются. Можно встретить женщину, не имевшую любовников, но трудно встретить женщину, имевшую только одного любовника. Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем ее сохранить? Когда люди уже не любят друг друга, им трудно найти повод для того, чтобы разойтись. Лучше смеяться, не будучи счастливым, чем умереть, не посмеявшись. Люди недалекие обычно осуждают все, что выходит за пределы их понимания. Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало. Как часто люди пользуются своим умом для совершения глупостей? Кто идет медленно и не спеша, тому не длинна никакая дорога, кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели. Любовь – одна, зато подделок под нее тысячи. Миром правит судьба и прихоть. Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы. Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием. Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой. Не стоит обижаться на людей, утаивших от нас правду, мы и сами постоянно утаиваем ее от себя. Ничто не доставляет нам такого удовольствия, как наши собственные советы. Показная простота – это утонченная лицемерие. Мы легко забываем наши ошибки, если они никому, кроме нас неизвестны. На свете мало недостижимых вещей, будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой цели. Нет большей глупости, чем считать себя умнее всех. Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. Посредственность обыкновенно осуждает все, что превышает ее понимание. Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы. Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым. Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод. Пока люди любят, они прощают. Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать им слишком много добра. Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных. Серьезность — это поза, принимаемая телом, чтобы скрыть недостатки ума. Только зная наперед свою судьбу, мы могли бы наперед поручиться за свое поведение. Уверенность в себе составляет основу нашей уверенности в других. Разлука убивает слабое чувство и разжигает сильную страсть, подобно тому, как ветер тушит свечи и раздувает костер. Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Тот, кто думает, что может обойтись без других, сильно ошибается, но тот, кто думает, что другие не могут обойтись без него, ошибается вдвойне. Чрезмерная поспешность в расплате за оказанную услугу есть своего рода неблагодарность. Самый прекрасный подарок, сделанный людям после мудрости — это дружба. Тот, кого разлюбили, обычно сам виноват, что вовремя этого не заметил. Человек, которому никто не нравится, гораздо несчастнее того, который сам никому не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.